СССР де-факто. И пропаганда работает только на то, чтобы люди не разобрались в правде. У нас отобрали страну, у нас отобрали все, у нас отобрали банк наш, отобрали госцензуру, отобрали все, отобрали. И Дюганов предатель сидит в думе, и никто не судит его почему-то. Этому всему должен достать когда-то. Можем ли мы победить кого-либо, что-либо внутри страны, вне страны, без государственной идеологии? Абсолютно нет. Госидеология должна быть вывешена. Нужно убирать запрет на госидеологию, на госцензуру. Нужно вытаскивать центральный банк, как независимая структура. Она не панкострольна, не подсудна. Что хотят, то и говорят. Конечно, Конституция 1993 года это колониальная Конституция. Путину удалось нести поправки в эту Конституцию, но Конституцию нужно менять целиком. И должен быть референдум номер два, Конституционная реформа номер два. Нужно возвращать суверенитет, помогать Путину вернуть суверенитет. А мы занимаемся тем, что ставим память к Иерусалкову. Если в это воскресенье будут выборы президента Российской Федерации, за кого бы вы проголосовали в этом? Я буду голосовать только за Владимира Владимировича Путина, потому что он за восстановление единого отечества и суверенитета. То есть вопрос, а кого бы вы проголосовали 17 марта, отпадает сам собой? Вообще. Какой политический сильный или общественному движению вы выбрали? Национальное освободительное движение России. Координатор Евгений Алексеевич Федоров, Единая Россия, депутат Единая Россия. А здесь кто координатор? В Ростове-Новино, Ростовской области? У нас здесь Вячеслав Федоров. А Шельченко? Шельченко Алексей тоже. Алексей тоже, да? Уважаете Шельченко? Конечно. Можете через мне передать ему привет, приближающий поклон и претензии, почему вы здесь нет? Привет Алексею Михайловичу, не знаю, Алексею Михайловичу, не знаю, почему здесь нет, потому что лично я узнала вчера, только вечером, что этот памятник, оказывается, сегодня здесь будет устанавливаться. Прибежала просто, вот в последний момент, отмела ребенка в школу и прибежала. Как вы относитесь к тому, что здесь, на открытии этого памятника, присутствует ведущая либерота Ростова-на-Дону, ведущая, представители либероты. Это именно те люди, которые сейчас пытались мне заткнуть рот. Их не волнует кровь, проливаемая нашими сыновьями, отцами. Кто сейчас делает так, чтобы на нас сюда не падали ракеты? Им плевать на это. Как зовут Настя? И больше всего... Меня Надя зовут. Надя, Надя, как сам памятник? Понравился? Нет, рожа отвратительная. Подождите, насчет отвратительной рожи не надо. Ну правда, посмотрите. Нормальное лицо, ну идеологически, я не могу с вами не согласиться, но сам памятник технически исполнен, как на вас. Исполнен хорошо, они постарались, чтобы русофобы сделать памятник. Слушайте, вот существует во всем мире о том, что в отношении еврейского населения немецко-фашистские захватчики применяли геноцид. А вот насчет русских, что скажете? Я считаю, что нужно признавать геноцид русских. 20 миллионов почти мирных жителей только погибло. И это был именно геноцид славян. И как бы, у меня такое ощущение, что евреи как монету разыграли потери своих людей. Почему немецкое руководство в Берлине плачет по евреям? Плачет. А русских, вот этих, как вы сказали, 20 миллионов погибших в годы, никто не плачет. А почему они должны плакать, если мы не плачем? Почему они должны плакать, если мы идиоты? Если мы стоим и хлопаем Жванецкому и памятнику на улице Куркинска. То есть надо начать с себя, изнутри надо лечение начинать. А не снаружи, да? Внутри, смотри, не враг, убирать пропаганду, убирать запрет государственной цензуры. Что значит запрет госцензуры? Кто что хочет, тот и валит. Вы посмотрите на учебу. Обязательно, для предателей Родины в первую очередь. И вообще, я не за репрессии. Я не за репрессии. Но я за отстранение всей вот этой гадости от нашей страны. Вы за последние 10 лет были в Донецке, в Дуганске. Нет, не была. Никогда так. Ну добро, всех вам благ, удачи. Ну что, встречайте себя на экранах в интернете у Сергея Рулёва. Рулёва. Сергей Рулёв. Всех вам благ, удачи. Спасибо вам большое за вашу работу. Ну что.